Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодняшнее видео в первой своей части будет разговорное. Несколько дней назад мне посоветовали посмотреть видеоролик о Камчатке, автором которого являлся доселе неизвестный мне молодой ютубер Юрий Дудь. Я не пожалел, потратил время и этот ролик посмотрел. Обычно я не высказываю своего отношения к различного рода съемкам о нашем полуострове, хотя я стараюсь по возможности смотреть все, что о Камчатке снято. Но тут я решил очень коротко о ролике Юрия Дудя высказаться. Скажу первым делом сразу. Ролик мне абсолютно не понравился. Почему? На это есть ряд причин. Начну я с менее серьезных. Самая малозначимая причина – это его протяженность. Два часа. Два часа времени. Казалось бы, это было небольшим недостатком, если бы ролик был интересным. Но, увы, такого не состоялось. Об этом чуть позже. Второй недостаток с конца. Очень странный и ничем не объяснимый. Выбор собеседников. То есть выбирается барышня, бывший зубной врач, впоследствии ставшая артисткой разговорного жанра, ездок на горных лыжах, сноубордах, любитель кататься на доске по морским волнам, в качестве гостя по телеконференции глава городского округа, руководитель информационного агентства и директор института вулканологии. Кстати, совершенно выглядящий в ролике Юрия Дудя чужеродным, ввиду того, что он был единственным, говорившим осмысленные вещи и не позволявшим Юрию Дудю увести себя в сторону. Кстати, о непозволении увести себя в сторону я тоже скажу позже. И самый главный, основной, первый, самый важный недостаток ролика Юрия Дудя о Камчатке это неосмысленность двухчасового ролика. То есть ролик не имеет красной нити, не имеет какой-то пронизывающего основной темы. автор не понимает, что любое произведение должно иметь структуру, композицию, построение. То, о чём эстетика говорит уже не первый век и не первый десяток веков. Очень трудно, конечно, совместить всё это. Так получилось, что в ролике Юрия Дудя о Камчатке Камчатки, как таковой, нет. Есть немного развлечений, есть какие-то локальные ашпекты, есть совершенно беззубая критика, но нет даже попытки разобраться в причинах того, почему на окулице Руси до сих пор так низко качество жизни. Я решил поинтересоваться, собственно говоря, а что же ещё делает этот самый Юрий Дудь? И заглянул на его ютубовский канал. Посмотрел список видео и посмотрел ещё два видео, два интервью. Интервью с великим русским писателем Эдуардом Лимоновым и интервью с кремлёвским пропагандистом Киселёвым. И вы знаете, я как человек, в общем-то, мягко говоря, журналистике не чуждой, был поражён примитивности Юрия Дудя, скудости его мышления и неумению логически мыслить. То есть пустота ролика о Камчатке ещё более подтвердилась когда я посмотрел два интервью, а теперь возвращаюсь к директору института вулканологии, то есть к человеку, который не позволял Юрию Дудю манипулировать им. То же самое получилось, когда Юрий Дудь пытался во время интервью манипулировать Эдуардом Лимоновым и пытался манипулировать Киселёвым. К сожалению, или к счастью, у Юрия Дудя это не получилось. То есть он показал свою сугубую ничтожность как интервьюера. Наконец-то вы узнали правду. Советую ли я посмотреть ролик Юрия Дудя о Камчатке? Нет, не советую. Это бессмысленная трата времени. Теперь я понимаю, что время было потрачено зря. Ну а теперь болтологическая часть моего видео-дневничка подходит к концу и наступила пора видео. Я уже говорил в одном из недавних роликов, что в мои загребущие руки угодил летающий фотоаппарат. И после того, как я показал первую пробу киносъемки с помощью этого самого аппарата, под этим роликом появился вот такой вот комментарий с просьбой. Вот. Покажи деревню, в которой ты живешь. Я живу в Заозерном, в поселке, который является административной частью Петропавловска. Этот самый поселок начал строиться в 63-м году века минувшего как часть Петропавловского совхоза. Кстати, Петропавловский совхоз это первый совхоз на Камчатке. Когда-то он назывался Камчатский пионер, потом Камчатский пионер имени Сталина, потом Петропавловский пионер, потом просто Петропавловский совхоз. Сначала он был в районе нынешнего хлебозавода, потом переместился в поселок Дальний, а потом контора переехала в наш поселок Заозерный ближе к концу 80-х годов. В Петропавловском совхозе было пять с половиной тысяч голов крупного рогатого скота, свои теплицы, капустные, морковные, картофельные поля, огромные площади под кормовыми травами, ну а потом вместе с околеванием совка околел и совхоз. А поселок остался, в нем три больших дома, три улицы, да, впрочем, что говорить, сейчас просто вы послушаете музыку. И под эту самую музыку посмотрите на Заозерный из птичьего полета, то есть глазами летающего фотоаппарата. Смотрите. видео. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...